всем добрый день не скажу что лазаревская где-то между лазаревском и аше и мы едем в тихоновку по просьбе ивана посмотреть на речку я так думаю что наши так и называется судя по всему я чуть 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 пораньше включил камеру чтобы показать вам какова у нас природа в зимний осенний период дождики все закончились море обалденно красивая хотя и грязная порою кое-где она очень грязная в районе устье реки сижу абсет очень сильно грязная сейчас посмотрим что там в районе аше творится я бы с радостью показал баланс этого пригорка моря но сами понимаете во первых за рулем во вторых тут ограждения всякие разные ты населенный пункт уже вот скоро поэтому надо быть крайне внимательно температура за бортом 11 половиной градусов в принципе нормально теплая зима называется по-нашему вот точнее не по нашим вам по моим так сказать меркам там школа внизу ваша поэтому за пипикал мио предупреждает потише чуть помедленнее кони ну и камера естественно понял понял сбавляем пионеров не наблюдают две женщины вы что-то обсуждают верхняя часть аше мы здесь уже не раз проезжали поэтому думаю вы все это прекрасно знаете я взял с собой сапожки так как думаю что после дождиков которые были у нас в тихоновке тоже будет не очень чисто поживем как говорится увидим если честно в тихо накиен принципе ни разу конце не был не помню в голове что-то у меня не осталось никаких воспоминаний о посещении тихоновки разве что вот на самом-самом там езде мы играли пейнтбол был такой период это активно активно воевали это было давно уже говорится и неправда да когда теневая сторона конечно не очень красиво но что делать как есть итак вот он поворот на тихоновку чуть-чуть дальше с левой стороны там поворот на аше на улицу репина так просили показать речку там на речке что-то тварь богу да там я речку не покажу вам там такая гора насыпана офигеть я не видел это наверно с противоположной стороны надо подъезжать ребят но сейчас мы здесь заедем посмотрим что там как до тихоновки доедем а потом уже и того глядишь и на противоположную сторону тут уже гора объявилась вот и и не было нагребли тут вот машинки медленно медленно есть где-то здесь мы кстати играли до дорога в принципе хорошая наверное с той стороны будет поинтереснее и движение что такие какие-то активные много машинок я так думал что здесь в этих краях особо то никто и не ездит вот на те и там все разгребать я бы думаю что мы речку с вами с этой стороны стихо накито это и не увидим не знаю я просто как бы уже вам говорю не так часто здесь бываю можно сказать они тут тут видно 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 только на не знаете стать прямо на под нами речка жаль что на в тенечке правда видно он народ смотрит кстати на нее я не знаю сейчас посмотрю может я развернусь как раз здесь и стану тоже полюбуюсь такая серьезная речушка то вот она и тихоновка немножко прокатимся может быть там есть где подъезд машина 8 11 регион это видимо остановочка не знаю что тут как тут где тут ну поехали прокатимся чуть-чуть дальше посмотрим я уже в принципе знаю где можно посмотреть на это на речку теперь посмотрим на тихоновку вот такой домики красивые есть интересные даже есть кто-то продает мед скряби на улице называется это дальше главное ведет нас горы она дали нам горы а думаю что наверное не надо но мы здесь развернемся если кому-то нужно домовладение на улице суриков то она здесь продается так крайне удобно и ехать и смотреть еще и на незнакомой дороге и как на зло то мужчине надо было выехать он же видишь что назад сдают значит надо выехать это нормально сейчас под лучами солнце будет видно что у меня грязное лобовое стекло ну сами понимаете условия экстремальные солнце светит правый глаз чё так уютненький поселочек прямым рядышком с лазаревским тихи спокойно я так думаю тут шума гамма точно нет планирую его здесь вот остановиться наверное переобуться и думаю что здесь где-то должен быть выход к речке может даже переобуваться то не надо стриж прилетел не туда-то залетел родной не туда так чё делать чё делать выключаться переобуваться а ли не переобуваться и не выключаться все-таки наверное переобувь ребятки я прошу прощения камеру не хочу выключать потому что потом вот это вот все монтирование этих долгие нудные а так одним махом включил и загрузил и так будет долго грузиться картинка посмотрим речку в Тихоновке шумит хорошо да и правильно что переобулся птичку какую-то согнал навоз надо маме сказать здесь тоже есть надо болтой тропой идти каменной здесь только 66 на она ездит судя по всему море в районе пляжа аше будет тоже красивым ямеду черным как говорится не знаю броду не лезь в воду мудрая пословица но я дурачок такой полез в принципе нормально обошлось как видите основной эпицентр все течение происходит чуть дальше смывает то чтобы нагребли там видно прям сразу эти свежие такие черные такие пятнышки понимая что еще сравнительно недавно здесь была какая-то типа дамбы или что-то в этом роде но для речки как бы это все равно речка хорошая красивая полноводная если ошибаюсь на той стороне шкафит я просто населенных пунктов названиях особо уже путаюсь часть речки уходит ближе к домам что не есть хорошо а вот основной эпицентр здесь но и горы обалденный чистый воздух и не души тебя вот так вот выглядит речка в тихоновке ну что я обещал давайте попробуем прокатиться на противоположную сторону сидите там правда мы чуть не до шарфита заехать развернуться там посмотрим что там нагребли можно быть какие то есть там подходы дальше ребят я просто не знаю поэтому вот нашел выход к речке показал сейчас будем опять преодолевать водную преграду благо ручеек такой дохленький даже я в сапогах прошел а 66 так этому подавно проедет стриж вряд ли стриж застрянет кто-то что-то там стучит да здесь конечно классно дышится хорошо у нас то дышится хорошо чайничеля а тут вообще подавно судя по всему стрижу уже лет так я не знаю сколько такой как будто бы ветеран куликовской битвы видите ладно поехали дальше прямо двери у меня навоз наверняка мама скажешь ты не взял то его едем дальше приключение продолжается добрый день не который нас уже здоровая с ним сейчас выйдем на асфальт дорога хорошая недавно видимо отремонтировали там даже эта табличка это стояла что туда сета мол здесь происходил ремонт я думаю да здесь он не помешал людям которые во всяком случае в отдаленных районах до них обычно как правило реже дорогу нормально прокладывать а тут вот сделали это здорово кто-то явно тоже остановился полюбоваться а может быть нет просто ждет чтобы я проехал ну я и проехал здесь вот припаркуешь мы пойдем с вами смотреть дальше вот она речка веточки слегка мешают но я думаю вы слышите даже шум видите горы не хватает не хватает света чуть-чуть к сожалению но тут уже как бы не от меня зависит окна двери металлопластиковые скидка до 40 процентов маленькая рекламка здесь висит как раз там какой-то машин сейчас проедет и мы тронемся в путь вас приветствует видео регистратор сборку конечно не очень так прикольно подниматься но все возможно тоже видимо кто-то а нет родничок родничок человек остановился набирает водичку точно точно едем дальше на горизонте это не горы это вот скорее отвалы которые нагребли в районе реки аши представляете сколько тут вот прям их вообще это сколько море будет точнее речка будет их вытаскивать в сторону моря не знаю даже но так думаю рано или поздно на самом их вытащить хотя может быть их вывозят надеюсь что с противоположной стороны когда подъедем будет лучше видно и понятнее что это такое смотрите какое тут активное движение транспортное средство тут огнеопасная новенькая машинка прям видно как будто ее только с конвейера выпустили прям такое ощущение что ее даже ни разу не мыли сразу заправили и вот сюда так и налево нам направо мы не встретимся никак как я говорил вам слева это у меня будильничек и тут уже хочешь не хочешь я должен буду прерваться надо позвонить срочное напоминание поставил ну давайте сейчас проедем туда хотя где-нибудь там встану может да не извини ты так я уже понял тебя я услышал тебя что хаджико колледж и чурок это сейчас посмотрим где тут можно будет припарковаться чтобы показать вам эти речку и эти горы насобные вот а вот здесь вот и припаркуем припаркуемся пойдемте теперь теперь парковаться я нашел а вот где посмотреть наверное будем перелазить настоящему индейцу это всегда везде ништяк тут главное не намахнуться потому что если намахнешься все тебе кранты итак друзья вот эти отвалы прям реально горы может быть и правильно сделали со временем так речка будет потихонечку порционно забирать их я имею ввиду камешки из этой горки и нести в море намывать пляжи сама река серьезная такая прям там подъезд к речке не очень удачно если честно это только если ваше пойти посмотреть встать там где-нибудь посмотрим вряд ли я туда сейчас поеду у меня сейчас другие планы несколько ну вот это уже правда не Тихоновка но вид на ту же реку с другого бока вот такая вот река я так думаю что это все таки название у нее все таки Аше не подготовился всем доброго дня всем пока привет из Лазвийского района Куличского Лазвийского тут уже район цветочки цветут обратите внимание и пчелки а блин согнал пчелку видите сидела там пчелки летают цветочки цветут такое ощущение что весна вот честное слово так идешь и кажется что весна но по факту конечно же понимаем что практически зима вон там целая можно сказать полянка желтых цветочков название не спрашивать я не знаю чем то похоже на одуванчики а может быть это такой одуванчик сорт его кто же его знает всем пока а м